Дисраптор и Брюмастер Дисраптор и Брюмастер Дисраптор и Брюмастер Дисраптор и Брюмастер Как же я давно ее не видел в качестве кора. Не так давно появлялась она в качестве саппорта, но, честно говоря, в тот момент это был не лучший пик. Здесь смотрится очень уверенно. Есть кому развлекать, есть те, кто будут сражаться в мидгейме, даже есть те, кто будут в ордегейме бегать и как-то напрягать полкарты. Много сирена, в свою очередь, медленно, наверное, доползет до своего рейдинса, а после этого ее остановить будет очень сложно. Кунов Пейн, Шейкер, не Шейкер, Кунов Пейн, Эр Спирит и Рубик. Три персонажа, которые не очень любят сражаться против ее клонов, слишком они плотные выходят, да и к тому же ХП не так много этих персонажей. Ну вот Шейкер единственное, что можно, скажем, противопоставить этой ноге, однако опять же, только в начале, пока она не начнет паковаться в плотность. Если она доберется до какой-то Тараски, это начнется жесть. Ее просто будет пока некому убивать. Теперь придется задуматься либо о персонаже, который будет сражаться с ее иллюзиями без особых проблем, либо же придется брать кого-то, кто не даст коллективу Манкос в этим Лайпгейм. В свою очередь, у Манкос тоже план достаточно простой. Взять еще одному персонажу, который пойдет сражаться, причем практически сразу. Таких персонажей, на самом деле, много. Ну, кстати, забанили Штурм Спирита, то есть все-таки считают, что Брюмастер пойдет в сложную. Ну, это обоснованно, по крайней мере, потому что если они решат выходить в Лайпгейм и Брюмастер, у них будет основным кором, ну, одним из основных, то есть стоять в медиа. Честно говоря, в какой-то момент он просто потеряет свою актуальность. А вот в сложной линии он и чуть-чуть опыта получит, и чуть-чуть золотишко. Получат свой Дагерок, Парваур, и, глядишь, он уже вроде полезный, а при этом у вас свободен Мидгейм. Не Мидгейм, Мидлейм. Там можно как-то посражаться, поконтестить, попробовать выйти в какую-то агрессию и, в конце концов, напрягать карту. Это по-прежнему может остаться какой-то инвокер, под сетку очень неплохо, под глимсы с Тансон Кинга тоже хорошо заходит. Ну, колдснэп, да и, в принципе, это хороший персонаж. Кто еще из таких люто-агрессоров есть? Пак забанен. Из мобильных, наверное, в Мид. Все, но по-прежнему есть какой-нибудь Драгонайт. Дополнительный под пуш, при этом танк, инициаторы и прочее. И это Патма! Ага, и сейв, и агрессия, и антимак для туха, но тоже очень серьезный пик. Интересно. Сложно, правда, сказать, во что эта карта выльется, потому что, ну, как минимум, пики очень своеобразны. Есть и какая-то перспектива на Лейтгейм, есть с кем сражаться в Мидгейме, и это будет очень серьезная заруба. Не знаю, правда, как это можно будет предвидеть. То есть, кто как и когда выиграет, кто где загангает и прочее. Нужно очень много вардов, нужно много информации, и не на секунду не расслабляться. В Куинов Пейн есть огромное количество возможностей умереть. Аналогично, как и возможности при приходе саппортов поубивать всех. Тут можно задуматься о каких-то сейв-тпшках. Шейкер в этом смысле очень классно работает. К тому же, глинсы и вот это вот все надо каким-то образом тоже учитывать. Очень много всего игрокам придется действительно не сладко местами. Да и в миде должен быть лютый экшен, на самом деле. Очень много возможностей для гангов и прочего. Так, ну что, начинается у нас карта. Даже без паузы, это немного неожиданно. Ну и что ж, пройдемся по составам. Манкос Ки будет играть у нас на Патмьян. Ян на Сент-Кинге, на Брюмастере поиграет у нас Селот. Подбегает на Наги Сирене у нас Сиренити. Ну и Рэкнер поиграет на Дизраторе. Их оппонентом тут выступает коллектив Туха. И Инсения у нас будет на Эр Спирите. На Эр Шейкере поиграет Койкова. Гартер будет играть у нас интим магом. Асу нам будет на Рубике. Ну и собственно Микки. Стоит в миде на Коин оф Пейн. Закупки у нас вполне себе стандартные. Эр Спирит сразу же с Орбофеном для того, чтобы понапрягать всех овсян. Если получится выйти в мид и подцепить там Брюмастера, можно даже попробовать ФБ написать. А в остальном... Ну вот, кстати, удивительно, что у Рубика нету Виндлайса. То есть первое время он собирается стоять, видимо, на линии. И не планирует куда-то гангать. Так, тут у нас два Пурманс Шоу, да, чтобы потерпеть. Тапок на Сент Кинге, чтобы тоже понапрягать, погангать. Ну, все остальное уже более-менее приятно. С обоим коллективом и более-менее стандартным. Ак Брюмастер в наглую идет пытаться отжимать руну, и он туда успеет. И боюсь, что антимаг вынужден уходить. Да, действительно, там еще и Сент Кинг. Без шансов забрать эту руну. Три руны, достается Манкос. Мираны снизу? Это триплана топи с Брюмастером? Неожиданно. Даже очень. Магнит у нас получается Нага Сирена. Ну, это чуть более привычно. Вот я, конечно, придется очень много усилий прикладывать для того, чтобы Нагу Сирену здесь как-то напрягать и постоянно сгонять с линии. Ну, или, по крайней мере, просто мешать фармить. Она сразу забрасывает в себя яд иллюзиями. Ну, кстати, интересный ход. Зачастую Наги Сирены прокачивают себе или сетку, или рептайт. И иногда это может просто... Кпоследствии подкопали у нас Гартера. Гартер пол хп потерял, но у него есть блинг. Но все равно согнали его с линии. К репам подойти будет достаточно сложно. Вынужден он пытаться пулить их как-то. Ну, придется изобретать велосипед и фармить вот в таких нечеловеческих условиях. Так, на руне у нас встреча саппортов. Правда, что они тут сделают? В конце концов, минута даже не вторая. На руне даже не появлялась. Такс, 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 такс. Берем, мастер остался без маны. Это, конечно, очень неприятно. Тем более, что Гартер, зная это, будет наглеть. Влетает земелька, замедлили у нас Панду. Можно его подцепить, что на телекиноз. Детекиноза, 20 секунд. Теперь понятно, почему не получилось. И почему Рубик так рано отошел. Ладно. Значит, в следующий раз будет чуть более удачным, я надеюсь. Как дела снизу? Шейкер подфармливает. Второй левел имеется. Крипстат, 8 на 2. Он очень уверенно обгоняет тут Мирану. Ну, это тревожный звоночек, потому что шейкер с золотом, это быстрый даггер и просто изничтожение в некоторых моментах. Берем, мастер. Это, конечно, хорошо, но вот разве это стоит того, чтобы отпускать шейкера? Может, все-таки хоть кто-то стянется вниз? Ну, в скором времени, я думаю, мы увидим ответ на мой собственный вопрос. Неприятно тут, конечно, копия стоять против двоих, но что поделаешь, на топе пока саппорты куда нужнее. Натимагу все-таки фарм очень нужен. Натимаг без фарма это почти как алхимик, который не фармит. То есть, этот персонаж слишком зависим от золота, чтобы оставлять это без внимания. Очередной клэп. Маны не осталось у Бримастера, поэтому я тимагу отходить надо срочно. Но вот земельки очень неприятно, там топок уже умеется у Бримастера, и еще пару критов получить, и можно было отъехать. Так, вы видите, тут тоже все утихомирилось, потому что у Наги Маны нету. Дейку на фейнт тоже, в свою очередь, нужно принести себе боттл, который, кстати, где, по-моему, уже бежит. Да, действительно. Теперь будет чуть попроще. И как-то хп-шка будет, и она будет на то, чтобы подспамливать Наги сиреней. Этот боттл также уже топает. Может, не все так радужно на Дакуин оф Пейн. Тут продолжаются стычки с крипами. Маны слишком мало. То бишь, ноль у Бримастера, поэтому какая-то агрессия практически невозможна. Может, Мангусов парочку принести? Ну, Кларити тут точно бесполезно. Или как-то Солу Ринг взять. Но, опять же, для этого нужен Манга. Так что, не знаю. Так, что у нас тут в минде? Продолжением. Противостоянием. Маны нет, у кого земелька влетает, попадает у нас в сирените. Ну, и теперь проблема. Нужно его как-то добить. Слишком мало дэмэджа по нему проходит. Вы посмотрите, ноль урона просто от земельки. Единственное, что вносит дэмэдж, это магия. Ну, что ж. Пережил эту атаку Куин оф Пейн. Ну, как же сложно с этой Нагой сиреной. Ну, что, достанется Руна здесь? Клопе или нет? Да, действительно, подвезло. Здесь был инвиз. И она вынуждена летать на Бринке. Хотя, потому что еще один Сандарт Страйк пережить было бы очень сложно. Хотя вот Дезраптор Маны не было. Это, наверное, его и спасло. Шейкер. Пятый Лу. Посмотрите, просто в наглую идет на эту Мирану. Ничего не боится. У него есть еще и Солу Ринг. То, что с Маной проблем не будет. Доживет до шестого. И начнутся проблемы у Мирана. Потому что в этот момент он просто использует Эхо Слэм. И попробует забрать. Брюмастер потерял очень много хп. Теперь придется, помимо Манго, тащить себе еще и какую-то фласку. Антимаг уже начал нагляться. Оказалось бы, всего лишь ушли саппорты. Что изменилось? Саппорты и так стояли за спиной. Пусти ничего не делали. Шейкер. Ну, добрать пока Мирану не представляется. Возможно, он хоть и земелька подошел. Тотема, пацаны. Еще раз в писсуру положили и Мирану все-таки забирает. Отлично сыгранный. Как же этот Шейкер отыгрывает. Земелька, конечно, очень вовремя приходит везде и всюду. Не часто попадаются настолько скилловые парни. Ну и все-таки Селуда забрали. Вот фласку он не принес. И по итогу поплатился за то, что стоит на лохопе на топе. Давайте глянем, как взял по надворцам. Крипстат, крипстатам. А тут у нас уже куча фрагов навязывается. Шейкеры Квинувпейн держат первое место. И второе. Ну, а дальше уже идет Нага Сирена и Мирана. Хотя, я думал, что Нага Сирена будут делать чуть похуже. Потому что уж сильно его Шейкер гоняет. Ну, а дальше, в принципе, все очевидно. Действительно, у Бремастера дела получше, чем у Антимага. Хотя, ну, Нага Сирена очередной выход замедления от земельки. Ну, как же, молодым же, прилетать физикал урона на Квинов Пейнт прыгает и добивает его. Отлично. Можно так повторять из раза в раз. Хотя, мы не напасешься, конечно. Квапен нужно где-то добрать восстановление маны. Может, реген какой-то надо калибровать. Ну, там, добыл дэмэдж, по-моему, лежит. Да, действительно, нам. Вот-да-да. На фоне реки как-то вот он сливается. Так, забрали у нас тут немножко... А как так получилось? А, H-Slam, вот, собственно, реализация его забрал он очередного персонажа. Это был Раптор. Ну, и, например, Мастера тут планируется какой-то выход пил. Мы, конечно, откидываются, но... Возможно, сейчас использует телекинез и попробует хотя бы ману спалить. Будет? Не будет? Ну, да ладно. Вот так вот просто безответ на Рубик получает на пол лица. Так, скинули его на антимага. Ну, как-то баловатом они решили. Ладненько. Шейкер теперь без их отслайма. Нужно ему просто отойти по форме, чем он, собственно, и занимается. Просто ушел в лес и попробует вынести золото на даггер. Кстати, он может оказаться в минуте на десятой. Но это будет очень крутой тайминг. Без манеты, бремастер. Тут вряд ли что-то интересное получится. Да и много сирена тоже ушла у леса. Как-то неожиданно даже. Слишком зашиваются у нас под свои строения Монкос. Это может им обернуться очень неприятно. Чем больше они дают пространство антимагу и Квапет, тем выше шанс, что они очень быстро получат свои слоты. И один начнет гораздо быстрее выносить золото, а вторая будет гангать по всей карте. Не доставлять неприятности напали на Яна. Но нет, слушайте, вот пугнула тут пивовар. Так, брюмастер. Сейчас же клапнет по кому-нибудь. Кто это будет? Ну, гартер не лучшая цель. Ну, хоть все-таки гартеры как раз и клапнули пивом. Ну, поили, пол хп он потерял и сейчас просто использует, блин. Хотя, пиво с него слетает, земелька промахивается рулинболдером. Нужно отходить. Упс, майбет. Ну, что же, атаку можно еще раз повторить. Станусь, разворот по двоим, но рулинболдер откатывается слишком долго. Его сейчас будут просто принимать, подкопали и пару ударов. И нет, не получается у него сделать этот болдер. Ну, что же, очевидной фраг для пивовара. И очень даже к месту. Ну, как очередной? Это был первый фраг. Но, тем не менее. Очень приятная штука. Кстати, вот интересно, будет он сразу идти... А, дайгер идет. Я просто думал, что он может подформить себе как так, снизу атаку. У нас очередная номера номера на убивают. Как же это неприятно. Умирает она очень быстро. Тем более, что очередной эхо слэм был потрачен именно в нее. Но шейкер не скупится. Ему нужен дайгер, поэтому он реализует абсолютно все возможности по убийству, которые ему подворачиваются. 1800 золотых на девятой минуте. Он действительно может успеть... А, нет, уже не успеет к десятой. Ладно, тогда ждем на 12-13. Примерно так вот. Но это отличный тайминг все равно. Ну и что же, земелька. Четвертый уровень, практически пятый. Это тоже хороший результат для такого персонажа. Даже вопрос сцени не всегда удается выформить четвертый левел таким вот ромящим героям в десятой минуте. Ну и Нага Сирена по-прежнему играет в беседки, поэтому подловить Квапу не получится. Земелька вкатывается очень неудачно. Салинс, конечно, по двумям выдал, но его подкапывают. Вместе с Queen of Pain можно попробовать их забирать. Земелька очень много хп потерял. Станом, конечно, отбрасывается по двумям. Отлично ульта от Квапы! Теперь умирает Сэнд Кинг. Попробовать надо добить еще и Нагу. Нага умирает. И Дезраптор также отправился в таверну. Минус три в исполнении коллектива Туха. Как же они исполняют? Так. Примастер. Арканы себе купил. Это, конечно, хорошо. Монопул у него повысился, а Эм теперь все сразу спалить не может. Однако, из лентимага, тут появляется некоторый раздор. Так быстро он на него не выпалит, а значит, дамо же гораздо больше он может снести за счет своей пассивки. Может быть, стоило все-таки подкопить немного до даггера. Тем более, что еще тысяча уже на руках. А с другой стороны, в лесу подфармливать помогает Питер Контапке. Пять с половиной тысячи Недворсу Клопу после этого замеса. Как же много он здесь поднял. Эти три фрага были очень приятные ему. Дискорд уже имеется, так что по армору у него все неплохо. Статы повышены. Ну и дэмэдж, естественно, тоже очень радует. Следующий слот, который он будет приобретать Оркет. И, знаете, вот с этим слотом тот же дезераптор или пивовар будут разваливаться очень быстро. Да по-хорошему, даже Мирана пострадает. Насчет Наги не уверен. Хотя тысяча хп. Не так, чтобы уж очень много. Может быть, и она будет от этого очень страдать. Так, спалили стаки. На этих стаках пострадал немного дезераптор. Как же эти крипы в него вгрызлись? Так, антимаг. Как у тебя по блинку? Есть. Делает он его, естественно, в лес. Ну, по итогу, не самый удачный ганг. Ну, что поделаешь? Слишком он мобильный. И, видимо, вовремя дали ему инфу. Миран он. Фейзы, Соларин, как вилка. Да, дела так себе. Хотя, четыре тысячи натворца практически за 12 минут. Неплохо в Туапе. Опять драка. Нашли у нас Сент-Кинга Саленс. На него повесили. Пытается он здесь выжить. Забрали дезераптора. Там добивают пандо-шейкера. Ну, и теперь Квапа со своей ракан-руной. Думает, что же делать он будет. Просто добивать здесь пану. Пану, конечно, разваривать клапнул. Но это, естественно, спасти его не могло. Очередной отличный выход от Духа. И реализовывают свою возможность к агрессии. Миран, что же ты будешь делать? У тебя 700 золотых на руках. Видел я несколько билдов, которые на Мирану делали. Это попытка выйти сразу в Драгонлендс. Кто-то выходит сразу в Молнию. Кто-то, я даже видел, Диффуз делает. Но всё ещё остаётся возможным быть ваганем. Повысить свою скорость фарма. Увеличить магический урон. В конце концов, хп с маной поднять. А потом уже выходить в какие-то боевые слоты, если это будет надо. В конце концов, у вас планы пока что... Просто либо драться, либо фармить. Ждать, пока нога вынесет свои слоты. Может, всё-таки есть смысл пойти в этот агоним. Та дополнительной агрессии. Да и в конце концов, хп-5 фарм тоже очень неплохо ускоряет. Магасирен, 13 армора. Господи, сколько он блокирует? Примерно 44%. То есть, это половина дэмэджа уходит от армора, а потом ещё сверху блокируются 20 урона? Жесть. А ну-ка. Так, дезраптор. Не, дезраптор это не тот, кто меня интересует. Вот. 72 урона урспирита. Блокируем порядка... Ну, ладно. Допустим, блокируется 30 урона. То есть, проходит только 40, и половина из этого дэмэджа блокируется Примердшилдом. Это вообще легально? Хотя для Террорблейда эти правила ещё жёстче. У него там на первых уровнях почти 15 армора. Да, есть персонажи, которым Примердшилд идёт, как нельзя... Как нельзя, кстати, только вы прилетели у нас в дезрапторах. И не ожидал он тут. Даггер в урс шейкером. Я так понимаю, он вообще не ждал, что он тут есть. 13 секунд до Эхослаба прилетает сюда на телепортах все. Однако спасти не получится. Скорее всего, Мирану. Хоча, ещё разок лапнуть. Нет, всё-таки она умирает, и нужно отойти. Единственное, что у Эрспирита это может не получиться. 4 секунды для Болдера. Ист примерно столько же достигав. Нет. Всё-таки напугала здесь Хлопа своим присутствием. Но ничего адекватного здесь не получилось. Мирану не спасли, фрагов не написали, и вынуждены отсюда уходить. Слишком много тут противников, чтобы это дефать. Так, сирена подфармливает. В её направлении тут выдвинулась делегация. Хотя, подловят, скорее всего, первую. Так, спалился дезраптор. Кинул тут сандер-страйки. Однако, может, за это поплатить, плохо бы потерял. Так, кстати, к шторм не самый лучший. Отличная фиссура. Ну, и Клапа просто разлетелась между дезраптором. Теперь нужно просто отойти. Станд получают от панды. Панды в скором времени сложатся. И нет. Всё-таки Клапа просто улетела. Ну, а на топите в времени Монтимакс Пушил Тауэр. У него уже есть практически Братсворд. И, по сути, остаётся чуть больше полутора тысяч на то, чтобы добраться до своего БФ. Ну, и, кстати, тайминги не самый худший. 20 минут вполне себе терпимо. Даже несмотря на то, что его там так придавливали. Он имеет третье место по Натворсу, кстати. Вернулся он бодренько в игру. Ну, и теперь к вопросу о возвращении. У панды сейчас очень нестабильная ситуация. Его опять тут фиссуры размяли, хотя Круйнов Пейнт с помощью шейкера забирают Нагу. И вот это уже проблема. Если Нагу ещё разок-другой так подловят, то тайминг на Парадин свистится слишком далеко. Конечно, она от этого слова не откажется. Но всё равно, при этом, это мало так. Видели у нас тут шейкера? Нитали инфу. Правда, и шейкер на инфу, что тут народ присутствует. Фиссуру положил и давай отходить. Причём на тагере. Не рискуют здесь в какие-то авантюры встревать. И правильно делают. В конце концов, а им фармит, а земелька им вовсе на нижней линии получает своё золотишко. Та тагера ему также осталось 700. Не так уж и много. Можно подождать 2-3 минутки и потом вместе с ним, с шейкером, врываться куда угодно. Мирана решила пойти в Монту, я так понимаю. Переживают за Сайленс, который будет у Хуинов Пэйн в скором времени. Ну, может быть, оно и к лучшему. Что она не выбрала что-то из того, что я предлагал. А с другой стороны... А-то демод же особо не прибавит. Вот, да, ну, и фармить быстрее не будет. Смок вылазка. Правда, куда-то не туда, хотя встать их штормом накрывают и глимцом Гартера. У Гартера нет шансов отсюда. И ещё эпицентр потратили это без шансов. Ну, конечно, ресурсов слили здесь. Гартер прекрасно понимает, что такой размен. Словно тавер, да к тому же куча ультимейтов на него одного. Это вполне себе того, что Эру получает шейкером, и можно за это наказывать. За то, что он просто прилетел один, и действительно его убирают. Будут пушить ещё и Т1 в миде. Ну, что же это такое? Земелька врывается в Мирану Сайленс, конечно. Выдал стан, ещё попадает здесь. Нужно чем-нибудь продлить атаку. Но как же хорошо тут сыграли Манкоса. Они просто отошли. Правда, у Яна проблемы. Маны нету, и уйти отсюда каким-то образом надо. Хотя погнали дальше за Мираной. Неужели она отсюда всё-таки уйдёт? Да ладно? Сколько останется? 20 хп. Это просто нечто. Нага Сирена. Вот только-только выпала из поля зрения, и всё. Сразу же Сакрит Релик, 18-ая минута после Аркан Тапок и Ботлов. Тоже ситуация у неё вполне себе неплохая. Да, конечно, Куинов Пейн за счёт своей агрессии идёт... Ну, так хорошо впереди, на 2000 обгоняя эту нагу. Но, тем не менее, тайминг на Радианс очень неплохой. И пока что оппонент теряет из виду этого персонажа. Нет, это для неё только плюс. Шейкер, фиссуру положил, можно впрыгивать с даггера положить. Потом нет, промахиваются тотемом. Я тоже за его идил, тут я. Ну, а дальше, придают стики, можно подкапываться. Ну, как же не во время оркет, но даггер и... Отличная фрага тут. Ну, опять, шейкер очень круто отыгрывает очередной смог. Побежали дальше. Они не хотят на этом останавливаться, но проблема в том, что, по-моему, они нажали его на морде. Так, на топе забирают. Ой, как же неудачно сбросили этот хастам, однако заберут всё-таки здесь мирану. Ещё один удар. И нет, ещё несколько ударов на дно. Она просто умирает от оркета. На хастам, конечно, был не лучший шейкер. Опять вырывается стан. По-двоему, тем этот квап, и это будет минус два. Дезераптор без шансов на выживание. Так же, как и мага-сирена. Это минус четыре, просто по всей карте. При этом, единственный, кто живёт, это... А, так и Сент-Кинга же там убивали. Так это, по сути, тимвайб был. Ну что же, Монгас придётся что-то придумывать. Нага, это хорошо, но... Просят паузу. Ну, бывает. Может, что-то случилось со спикерами, может, ещё что. Да... Что тут нужно сделать, чтобы Наги создать пространство и при этом ещё более-менее отвечать на вот эти нападки оппонента. Монгас такая ситуация, что... Рюмастер не самый плотный персонаж. Впитывать он особо не может. Да, тяжеловато. Тяжеловато. А что ещё тут есть? Сент-Кинг. Сент-Кинг без Даггера. До Даггера, конечно, не так, чтобы далеко, но 5 минут ожидать не получится. За эти 5 минут просто снесут оставшиеся Т2 и потом уже Ирошан не за горами. Ты там, МПМ, МСБФ, он должен быть. Да, действительно, и при этом уже тысяча сверху. Да... Проблемы. Что у нас ещё появилось? Прюмастер, это ЕО будет. Да, действительно, это будет ЕО. Дезераптора даже нету. Арканта, пока. Как же всё тяжело для него происходит. Спирит Даггер свой прикупил. Ну, теперь он вообще великолепно себя чувствует. У Шейкера тоже нужны ему слоты есть. Дальше будет приобретаться у нас, наверное, и Фурстав. Вряд ли это будет ЕО. Тут всё-таки Форсик поинтереснее смотрится. Так, Шейкер. Нет, не Шейкер, земелька. На Сент-Рик прыгнули, сбили. Кстати, как же чуть-чуть не дотягивается этот Сент-Риворд-Дапса. Мне прекрасно сейчас понимают, что там есть и Обсервер и Сент-Ри. Надо будет как-то это дело де-лардить. Монкос, что ж вы будете изобретать? Велосипед тут уже явно не поможет. Ну, придётся придумать что-то... Более интересно. Вот серьёзно. Почему? Рано решила, что всё-таки Монта. Не, ну ладно. Опять же, Оркет. И это прекрасно. Примают дополнительный мувспит, иллюзии. Всё это, конечно, хорошо. Но как уносить дэмэдж? Как вот с клопой разбираться? Вот допустим, она впрыгнула, и как её убивать? Иллюзии умрут очень быстро. Там банально Суниг Вейв, Скримов Пейн, и по сути, любая из этих способностей, иллюзия должны просто сразу умирать. Так что Монта особо дамыджи не прибавит. К тому же это дополнительные цели для шейкера. Что там хоть-то всё очень удачно для шейкера подвернётся. Ну и размен у нас Т1 на топе на Т2 снизу. Ну, размен, честно говоря, сомнительный. Монкос этот размен очень выгоден, естественно. Они не идут на позиции отстающих, и любое природа в золоте всегда в плюс. А вот Тифтуха мог попробовать и подраться тут. Бремастер. А, это небремастер, а то Рубик разложился. Поднимают в Юл, не в Юл, а в Циклон. Ще подловили иллюзию. Прикольно. Ну, сложилось у нас Рубик. Мда, вот почему он её использовал, потому что способность сразу же пропадала. Сэнд Кинг практически добрался до Лаггера. Ещё пачку крепчиков забрать, и всё будет очень даже неплохо. Ну и какой-то экшен можно будет на этом завязываться. Однако, сомнительно это, если честно. Так, нага делает у нас телепорт обратный и разводит сразу кучу иллюзий. Щас, тут главное не забанить кэп. Эх, забанилось всё-таки. Ну ладно, теперь вот эту иллюзию надо бы... Нага, алё. Щас, надо быть сюда. Так, подловили опять дезераптора. Решил вам пофармить, но до свидания в таверну. Видимо, даже не потратили здесь ульту. Сейчас Варкет откатится, и кто-то пойдёт в следующем в таверну. И у него очень хотят эту Нагу. Так, Нагу, надо забайтить вот на этих крепчиков. Главное не попалиться тут. Тихо-тихо, нога идёт, нога идёт, тихо. До врыва три, две, одна. Измерка ворвался, стан выдал, сальницы пошли с Кремов Пейнт. Где же он? Но хотя, нет, нога всё равно умирает. До свидания в тавернах. Ну, этот фраг был очень крут. Ну, там, конечно, сверху Шейкер умер, но тем не менее забрать Нагу было куда круче. Просто лишить её какого-то времени на карте. Это огромная потеря для неё по золоту. Акономисты называют это упущенной выгодой. То есть, когда что-то срывается, какая-то сделка, и за счёт вот этого вот времени, которое планировалось, что они там будут, по сути, за этот счёт как-то обогащаться, они вот таким вот термином называют. Знаете, в данный момент это очень уместно. Алхимики, сирены, вот для них время, проведённое, скажем так, при жизни на карте, оно очень дорого стоит. Так, лопату бегает, думает, врываться, не врываться, но на двоих это слишком опасно. Так, хотя бы, кБ, если теперь можно и понаглеть уоркет, используется у Яна проблемы, её, возможно, руками доберут, и надо просто отойти теперь. Я номер от сорки, да, блинг. Да, Куин Фпэйн уходит отсюда, Глимс, и БКБ даже не использует у нас КПП, хотя слишком много КПП потерял, на блинке опять уходит, Нага, рядом, будет заряжать сетку, сетка пошла, нужно прожимать БКБ и просто делать телепорт. БКБ нажата, ждёт, думает, доберётся сюда, шикерин, доберётся, нет. Решает, что слишком далеко он. Так, Эру пошла, да, не очень удачная фиссура, Глимс, так, хороший форстафт спасает практически Куин Фпэйн, но нет, станчик очень во время прилетает по ней. Так, а на топе сейчас будут встречать, вот, братишек, Рубик, получает замедление, подкопали его, неприятно, конечно, он тоже ворует пыль, ну и теперь стоит просто в песках, что вы будете делать, Глимсанули, АМ, и теперь что вы будете с ним делать, он же слишком плотный, прыгает на Дидраптор, Дидраптор, он скорее всего убьёт, ещё пару ударов, до свидания в таверну. Да, они лучше до в т2. Теперь придётся ещё сложнее, 12 тысяч преимущества за коллективом Туха. Ну и Гартер запускает уже своих иллюзий, прямо на т3. Да, конечно, они ковыряются всем по чуть-чуть, но, тем не менее, это уже хоть что-то. Остался всего один Т2. Внешних тавров также могут в скором времени лишиться Монкас. Ну, мне кажется, что всё-таки сначала ещё пару фрагов напишут, там, Куинов Пейнт с Шейкером, будут как-то загонять всё глубже к себе на базу коллектив Монкаса. Туха. Ну и потом можно будет забрать Шейкера, и уже тогда с... Так, забирать будут Решана, прошу прощения. И после забора Егиса можно будет задумываться о заходе на Хайгрован. Ну, тут Смоук. На вардах палят Эмма. Возможно, начнутся статик штурм. Да ладно, статик штурм это нету. Только что откатился. Отлично, подкоп нужно накрывать. Гартер. Проблемы. Используется просто Монтестайл. Он сражается до последнего, выходит. И нет, Глимс забирает его всё-таки. Рубик отменяет телепорт. Слишком много опять потратили. Три ультимейта. Это Брюмастер. Это Дизраптор. Стоп, четыре. И даже мы Лайт Шаду потратили. Вот сейчас просто должны наглядь ухо. Квапа должна себя чувствовать вообще безнаказанно. Да и Шейкер. Просто кого не увидит, он без особой задней мысли будет просто обрываться. Видят Квапу. Видят Мирану. Шейкер рядом. Он должен прыгать. Он должен прыгать. Фессуру положил. Прыгнул. Сехослоем. Обзабирает Мирану. Отлично. Теперь надо продолжить. Демелька врывается. Квапа. Подцепила у нас Дизрапторы. До свидания. Ставим сбивать телепорт. Еще и нашли здесь. Не, ну Брюмастер уже сбить телепорта. Вы не о чем. И они сейчас, возможно, пойдут забирать Т2. У них все карты на руках для этого. Так. Нага Сирена продолжает сплитить и фармить. То Яши осталось не так уж и много. Но проблема. Антимаг фармит быстрее. Антимаг фармит гораздо быстрее. Ему меньше мешают. Да, когда-то его периодически там убивали. Но в этот момент коллектив реально терял слишком много ультимейтов. Мы уже реально не могли отвечать на нападки куинов Пейна Шейкера. Вот она проблема. Магического урона много. Вот с физикой, увы, ничего. Ладно. Будем надеяться, умирано. А потом в Дефуз выходит. Вот почему Монт оставил. То есть это на перспективу еще был выход. Помимо этого Оркида. Так, Клопа. Опять в наглую тут бегает. Думает, кого бы убить. Мне, кстати, интересная закупка у нее стоит в Куинбайе. Это Блатторн. Не планирует она выходить в какие-то Мангикинг Бары. Вот во что-то типа Шибы. Как некоторые пытаются так вот дополнительно увеличить магическую руку. Куинбайна нашла тут Сент Кинга. Прыгает до него до конца. Использует ультимейт. Забирает Яна. Ну, БКБ потрачено. Теперь сурки просто, наверное, вот на Дезерапторну ходят на телепорте. Продолжают. Умирано слишком мало ХП. Ай. Слип. Как же он спасает здесь всех. Клопа была готова прыгать чуть ли не до фонтана за всеми. Земелька тут вырывается на разведку. Но все уже ушли. Можно запушить Т2. А серьезно? Забрать Т2. И потом идти на Роша Пит. Поставить пару вардишек. Вот куда-нибудь вот сюда лард. А, нет, даже без вардов пошли. Прекрасно понимают, что слипа нету. Неожиданно не войдут. Кстати, действительно, слипа-то была единственная проблема в Дракен Рош Пит. Могли нажать Слип, Статик Шторм, Кинетик Филд. И вроде как вы уже ничего сделать не можете. А здесь вот развели, сразу реализовали отсутствие этой способности. И сейчас пойдут на кигра вам 100%. Так, слип, может сейчас повторять, если Клопа его найдет. Клопа прыгает за ним, Моркет ест, замедлили. Замедление пытается сделать телепорт. Ну, у него это, в принципе, удалось. Так, на гусирену нашел. Земелька, серьезно, делается телепорт, но сбить его уже нечем. Ну, еще один персонаж оказался на фонтане прямо сейчас. Земелька, конечно, ульту потратил, но невелика потеря. Ради того, чтобы загнать стол. Так, опять дезераптор подстрел, какие же куски отваливаются. Вот он, Блатор, он на свидание в таверну. И там, теперь они еще более уверенно будут заходить на пушку. Преимущество уже по натворцу в 16 тысяч, даже чуть-чуть больше. Давайте посмотрим, как развивалось их преимущество. Так, Клопа опять прыгает куда-то. Нет, на этот раз это не противники, это просто Таур и Крепчики. Ну, более-менее уверенно идет доминация Туха. Да, периодически там кто-то умирал, даже давали тут порядка 500 золотых, но, честно говоря, общая картина вполне себе очевидна. По крайней мере, на ближайшее время. Будут продолжать давить Туха, будут пытаться реализовывать свое преимущество, но... Есть одно большое но. Хайграунд это очень скользкая тропинка. На ней очень легко оступиться и покатиться в Тартарары. Придется продуманно как-то это сделать, зайти. Может даже сначала драку какую-то навязать. Или, я даже не знаю, нужен какой-то пиков, наверное. Может, забайтить на кого-то? Но это тоже вряд ли сработает. Уж слишком страшно должно быть, Манкос, выходить на какие-то... Такие неоправданные вылазки и вообще идти на какой-то риск. Так, продолжается у нас тут... Антимаг уже саганимом? Серьезно? При этом тысячу на руках. А от кого гоним? Там только сетка. Глимпс. Ну и подкоп от Сан Кинга, но честно говоря, я не тимагу... Такое... Что-то я серьезно не понимаю от кого-то. Может, типа от циклона? Потому что по-хорошему это проблема. То есть тебя поднимают в циклон, кидают эру. И в самый-самый последний момент панда может этот циклон пить. Нашли опять дезераптору, дезераптору от проблемы. Ну-не, вы же тут хоть все. Антимаг это под контроль и фиссуру положил шейкер не очень точно. Но им все равно забирает эхо-слэм. Минус антенг. Теперь можно еще кого-нибудь добрать. Панда. Можно попробовать разложиться, но не от воркет догонный. И им нужно байбетчиться. Сирена попробует, конечно, что-то сделать. Однако 1600 хп это практически не аргумент. Иллюзии будут умерять слишком быстро. Ну и сразу же заход на хэйграунд. Не особо парюсь. Так, замедлен сам Брюмастер. До свидания в таверну под Блатторном. Такое не переживается. Так, земелька врывает. Слишком далеко получает сетку. Дворной Старпол. Но его даже добить не могут. И сейчас нужно забрать нагу. Нага в таверне. Что по байбекам? Байбек используется. И... Ну, слушайте, а байбек этого больше не осталось. Брюмастер не сможет ничего сделать. Нага используется просто, чтобы выигрывать время. Сюда бежит дезераптор. Но что у нас меняет? Получает фиссура и отправляется опять в таверну. Серьезно? Да. Гартер тут по-прежнему впитывает себя способности. У Наги проблем. Нага забирают. Не, а пахнет это ггшкой. Очередной фраг. И... Это минус 2 лайна как минимум. И при этом еще аегис есть. Да, действительно, это ггвп. Не получилось реализовать нагу. Слишком долго она набирает обороты. И Брюмастер так же не зашел. Да, в начале он, конечно, как-то мешал найти магу. Это было неприятно. Но... Будем откровенны. Брюмастер тут практически ничего не сделал. Обидно. Я очень надеялся, что... Увижу тут какое-то интересное исполнение. Какую-то... Какую-то идею хотя бы. Но... Видимо, не смогли не подловить момент и реализоваться так, как хотели. Поздравляем! Мы коллектив Туха. Выиграют они себя дополнительные очки в группе. Ну, а я с вами вынужден прощаться. Это была последняя карта на сегодня. Подписывайтесь на социальные сети. На мою. На группу ВКонтакте с ЛТВ Тур. Естественно, на Ютуб-канал, куда будут выложены все трансляции. И до скорых встреч!